Т-14 новые российские танки и много чего еще. Медиум. США, ВПК. Нейм. Танки Т-14 Армата во время транспортировки их на полигон в Алабе на источник. MilitaryInformant.com Неудивительно, что российские военные средства массовой информации и официальные информагентства на все ладо расхваливают достоинство нового танка, утверждая, что он ничем не будет уступать американскому М1 Абрамс и немецкому Леопарду. Не исключено, что все это пропаганда. Но есть два важных момента. Во-первых, у российской армии уже появились в ограниченном количестве новые машины, переданные туда на испытания. Во-вторых, несмотря на сегодняшнюю проблему в российской экономике, этот проект продвигается вперед. Кроме того, это, пожалуй, хитроумный и практичный шаг – создать множество различных бронированных машин на единой платформе. Главная причина – так дешевле. Кремль настаивал на создании универсального танкового шасси еще в советскую эпоху, о чем сообщил специалист по России Чарльз Бартлз. Чарльз Бартлз. Работающий в аналитическом центре зарубежных военных исследований, находящемся в составе сухопутных войск США. Представьте, что вы отвечаете за парк машин в бригаде, и у вас есть несколько разных гусеничных шасси, рассказал Бартлз. «War is boring». Вам в этом случае придется держать про запас достаточное количество запчастей, а также учить людей монтировать все эти детали на разные шасси. Например, Россия при разработке различных машин использовала одно и то же шасси танка Т-72. Это было экономично, и это упрощало проведение ремонтных работ и снабжения. «Гораздо проще прогнозировать ремонт и осуществить его, когда тебе надо беспокоиться лишь об одном типе шасси», — добавил Бартлз. Плюс к этому, налицо разные варианты щедрот за чужой счет. В большинстве армий, включая американскую, широко распространена такая практика, когда со второстепенной исправной техники снимаются детали, чтобы отремонтировать приоритетную технику, которая неисправна. Русские прославились тем, что и в советский период, и после него сохраняли почти все, что было у них в арсеналах, не обращая внимания на возраст оборудования. Такая практика приемлема для большой армии, комплектуемой по призыву, но это может стать настоящим кошмаром для тыловиков. И лишь на рубеже веков Россия начала отказываться от самых старых и ненужных видов вооружений. Такая очистка арсеналов является частью масштабной программы модернизации, проводимой президентом Владимиром Путиным в вооруженных силах страны. Но при разработке унифицированной боевой платформы «Арматы» и созданного на ее основе танка Т-14 Кремль обратился к знакомому изготовителю. Крупная промышленная компания «Уралвагонзавод» пять лет проектировала и разрабатывала Т-14, прежде чем выпустить первую партию. Находящийся на Среднем Урале в Нижнем Тагиле проектный центр разрабатывал танки Т-72 и Т-90, находящиеся в настоящее время на вооружении в российской армии. У Т-14 полностью автоматический механизм заряжания, а система прицеливания на 100% компьютеризирована. Кроме пушки, танк может похвастаться 30-мм зенитной установкой для уничтожения беспилотников и ударных вертолетов. И, наконец, у него имеется пулемет калибра 12,7 мм для уничтожения личного состава противника. Российские СМИ утверждают, что армия страны получила 20 Т-14 для проведения полевых испытаний и практического обучения. Кроме того, российская армия перебросила неизвестное количество танков Т-14 на военный полигон «Валабина», принадлежащий 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Он находится в 45 километрах к юго-западу от Москвы и обычно используется для подготовки войск к параду в день Победы 9 мая. Парад на Красной площади проводится в честь окончания Второй мировой войны, и на нем Кремль довольно часто демонстрирует свои новейшие образцы военной техники. Некоторые аналитики предполагают, что русские могут показать на параде другие образцы техники на базе арматы, включая новую боевую машину пехоты. Но мы поверим, когда увидим. К 2020 году Россия хочет построить около 2300 танков Т-14, которые будут составлять до 70% ее танкового парка. Эти машины заменят Т-72 и большинство танков Т-90. Наверное, это весьма оптимистичный прогноз, особенно в период экономического спада. Но Кремль делает ставку на то, что со временем в его экономике произойдут улучшения. А если Россия пойдет по накатанной дороге, то она, скорее всего, предложит Т-14 на экспорт, чтобы покрыть часть производственных расходов. В любом случае, это колоссальное начинание. Что касается ситуации с экспортом, то разработка системы вооружения с ее последующим производством требует огромных затрат, сказал Бартлз. Поскольку российские отрасли военной промышленности государственные, там налицо заинтересованность в получении прибыли. Но наряду с этим, там налицо преимущество массового производства. Если принять во внимание прежние проекты, такие как Т-90, Искандер Е, и состояние российской экономики, я бы сказал, что экспортные поставки Т-14 станут высшим приоритетом, добавил он. Пол Хьюарт 31 марта 2015 года Права на данный материал принадлежат и на СМИ Материал был размещен правообладателем в открытом доступе. Оригинал публикации Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова